Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы возрождаем рубрику аналитики. И эту рубрику я возрождаю вместе со Слейти. Слейти, ты тут? Ой, блин, я забыл причесаться. А, да, всем привет. Да тебя не видно, можешь там хоть вообще голым сидеть. Кому ты вообще сдался в этом мире? Так вот, сегодня я буду тянуть с него знания по сове с целью передачи их вам. Мы будем осматривать семерых совухов. Первый это Демонхантер, второй это европеец Пунчерита, третий это друид с ником Хиралия. Ни в коем случае не материмся, это у нас все культурно, и ютуб, и стримы. Четвертый Штергунд, пятый это Мятный дятел, почему-то оружейную я его открыть не могу, пишет ошибку, я постараюсь, конечно, это решить, но не хочет оно обновляться и как-то проецироваться, увы. Так вот, далее шестым у нас идет друид с ником Белосия, и седьмым друид с ником Бодатель. Начнем уже с Демонхантера, и его вопрос заключается в том, что... Как тебе мои статы и вообще шмот? Возможно ли, а возможно что? Возможно, наверное, хорошо ли ДПСить на этой сове. Итак, начнем разбор этой совы. Его статы вы можете видеть, это 11% крита, 37% скорости, 83% искусности и 2% универсальности. Кстати, слейти, заметь, прикольно сделали то, что наводя на иконку стат, теперь видно общий рейтинг. То есть вероятность того, что это забагуется, в принципе, ноль. Значит, начиная аналитику, что ему менять, что у него хорошо, что у него плохо. Релики будем осматривать самую последнюю такую степень. Ну, если вспомнить старую аналитику, когда мы его осматривали, когда он был в полном бессознании и не очень хорошем шмоте, он, грубо говоря, сильно подтянулся. Ну, то есть видно две бисовые легендарки в соло-таргет, само собой, видно 915-ю сову и шопот. То есть на данный момент это две хорошие трени в соло-таргет. По статам у него, по сути, все идеально. 37% хосты, это прям очень-очень хорошо, и 83% мастере. Это прям великолепно. Ну, на его месте я бы поменял бы знак когтя на солдата, то есть на мастере, потому что сейчас в данных реалиях больше всего роль играет мастере, нежели хосты. Вот, и также получается, чтобы прям вообще повысить ДПС, тебе нужно поменять две шмотки. Это грудак и плечи, и их тебе нужно поменять на сет кусок Т20, чтобы было 4 плюс 2, ибо это самый профитный вариант. Угу, то есть ты предлагаешь ему эквипнуть два кусочка с Дели Ночи, угостающего контента, скажем так, и 4 куска сгробнить Саргересу. Да, все верно, потому что это очень хорошо повысит ДПС. Смотри, у него... Ну, куски нужны, соответственно, 920 плюс. Ну, само собой, конечно, чтобы по эквипу не сильно отставать, и хп-шке было нормально. Смотри, у него не убит героический килл Джиден. Как ты думаешь, почему? Какова главная причина? Гильдия? Думаешь, он состоит в такой плохой гильдии? Ну, я не знаю. То есть сова у него очень хорошая. По сути по статам все верно, по шмоту все великолепно. То есть он, как минимум, на килл Джидене должен выдать лям 200. Если знает, где накрутить и где выдать правильный ДПС. Ну, ему бы повысить, правда, эквип тринек, то есть какую-нибудь 920 сову желательно. Ну, это как бы надеяться на прок такое, и шепот во тьме. А вообще лучше заменить шепот на кристалл, какой-нибудь 910, то есть фармить Аргус. Аргунит этот выфармливать как вариант, пробегать по сундучкам и по рарникам. Все эти карты, все эти гайды есть на ютубе, можно в принципе найти. С помощью кого-аддона можно легко все это дело рассматривать. Давай откроем его в прогресс, и я скажу тебе реликвии, которые у него стоят. Итак, у него 925-я реликвия, то есть он ее за Аргунит купил. Она добавляет дамаг к Мунфайру, 925-я Аркана. И потом у него 945-й Титан Фордж, получается, на Санфайр, 7% дамага. И у него 930-й релик на Санфайр, 7%. То есть 2 на Санфайр и 1 на Мунфайр. Что скажешь? Ну, в принципе, это очень печально, потому что эти релики не очень хорошие, и они себя не сильно так проявляют, нежели чем релики с Килл Жедена на Тайную Магию. Если взять, как у меня, например, 2 аркан-релика с Килл Жедена, у тебя ДПС вауе очень дико повысится. Тем более у тебя 65-й артефакт, я не знаю, почему ты до сих пор не будешь ЛЖедена. Ну, для того это, типа, какой-то бред. Пора бы уже, на самом деле, не знаю, с рандомами себе найти что-то как вариант. Да? То есть просто подпишись каким-нибудь людям, которые пишут логи, желательно, и просто прояви себя на полную. То есть руны, фласки, поты и тому подобное, чтобы выдать себе как минимум оранжевые логи. Это вообще вполне реально, сделать досугу твоего клипа и твоего 8-левела и твоих шмоток. Я не думаю, что ты прям вообще криворукий и играешь левой пяткой. Это верно. Ну, что еще могу сказать? По сути, я тебе могу объяснить что-то как делать, надеюсь, ты это знаешь, но все равно, типа, на каждом боссе соответствие лек и правильность ротации. Ну, правильность ротации какое? Мы совсем забыли про его таланты. А зачем смотреть таланты? Это уже идет все под копирку. А, ну, все тогда хорошо. То есть воплощение Избранной Луны берется must-have. Это на, сейчас скажу, на каких боссах? Это получается на первом боссе, потому что это идет соло-таргет. Идет на сестрах, идет на бедительной деве, идет на аватаре, идет на килл-жедене. Если у тебя есть второе кольцо, которое дает тебе душу леса и плечи, то ты можешь их как бы комбинировать. Соответственно, на демонической инквизиции ты берешь кольцо и плечи, кольцо, которое на душу леса, и оставляешь такой же талант на бурс. На харжитании то же самое. На госпожи Санжин, если берем мифик, тебе там нужно будет комбинировать другие стопы, ну, другие легендарки. Это тебе нужно будет надеть плечи и надеть запястья. И взять в талантах душу леса для хорошего ДПСа и также падающей звезды. Вот. И седьмой тире талантов? А седьмой тире талантов всегда берется смещение звезд. Это вообще неоговорочно, потому что у тебя брасы, которые дают тебе халявный прок старфола, звездопада, который повышает ДПС твой. Также ты можешь бегать в нем и кастовать. Это очень большой плюс. Касовата вообще получается интересный класс на самом деле. Почему я не играю в нее? Ну, потому что ты танк. И интеллект, характеристика для тебя бесполезна. Совершенно верно. Идем дальше. Ну, в принципе, да, можно дальше пойти. Да. Далее у нас европеец с ником Панчирито. Обрати внимание на его прекрасный аксессуар. Да я заметил 940-й шепот. Что скажешь о нем? Может, совой тебе, братик, не повезло. Ну да, такое. В плане пикета совой, а не... А не что, кто мог подумать? Ну а что я могу сказать? Ну да. Его вопрос таков. Цени. Про спину энчант можешь не говорить. Я это знаю. Жду, когда Смифика упадет. По скриптам. Мама, я в ютубе. По-моему, уже второй раз мы смотрели этого друида. И в прошлый раз. Что скажешь? Какие у него, мало ли, может, недочеты есть. В текущий момент у него 9 из 9 хм-ов, но до сих пор 0 из 9 эпохального прогресса при 936-м эквипе. Офигеть, лол. Такие люди еще есть. Нет, просто я посмотрел на его статы и чуть-чуть удивился. Но 28% хосты это вполне разумно, то есть так многие бегают, 97% мастери. Но, не знаю, мне кажется, это неправильные куски. Потому что брать... Грудак... Такое, если честно. Из-за высокого количества крита он не особо идет на сову? Да, мне кажется, был бы профитнее эта голова с инквизиции. Она, мне кажется, больше даст прирост для выживаемости. Но есть же такая вещь, что критический удар в каком-то количестве важен для совы. Или это все вранье? Идет сбаловка статов такая. То есть, получается, идет мастери, потом хоста, потом идет интеллект, потом верса, наравне с критом. То есть, тем меньше... Ну, не тем лучше, но не так сильно роляет. Ну, возможно, у него нет определенных тир-кусков. Как мы видим, этот друид не особо рейдит. Если бы он рейдил, то у него был бы и мифик прогресс. Я так думаю. Ну, это очень плохо, потому что у него... Ну, я бы не сказал, что 4 плюс 2 голова и плечи зайдут с грудаком и остальными кусками. Это такое себе. По легам у него все правильно. Ну, смотри, ты подбиваешь всех друидов под 4 плюс 2, то что 2 куска из рейда в подземелье, как цитадели ночи, Т-19, и 4 куска из Т-20. Но ведь когда выйдет контент Т-21 Анторуса, все изменится. А он выйдет достаточно скоро, месяца через 2-3. Ну, хотя тоже верно. Про данные реалии, которые выйдут, они выйдут там, посмотрим. Ну, что я могу по сути сказать, то, что выйдет новый аддон Т-7-3-2. Там будут слова туннельным дамагерам, потому что кусок дает о себе знать, и это очень хорошо. Потом мы это еще обговорим. Открою сейчас реликвию этого друида, посмотрим, что у него вставлено по реликвию. На Гнев солнечный, на Старфол. У него первый релик на Солор в Радх, потом второй на Старсурдж, и третий, как у тебя, на Старфол. Ну, то есть два релика прям вообще великолепные, а один Солор поменять. Один это какой? Это на Гнев. Солор, этот, в Радх, который... Именно так оно и читается. Просто им дешевле. Бекос Айлёнин и Элевен есть. Итак, идем дальше? Подожди, я хочу посмотреть его. То есть по мифик-скору у него довольно-таки все хорошо, даже он состоит в какой-то группе. Тебе все интересно, почему у него нет эпох прогресса? Мне все интересно, почему... Да. Почему так-то? Наверное, потому что он сломал девятый триумвират. А, ну, в принципе, можно его западить. Я думаю, там нет его вины. Ну, может быть. Да, чуть десятый не сломали, было дело. Ну что, все-таки ты потом его осмотришь, это уже не дело аналитики. Идем дальше? Да. Друид с ником Хиралия. 919-ый друид. Итак, его вопрос заключается... Собственно, его вопрос является таковым. Можешь сказать, что по реликам, какие стоит заменить, какие оставить? Ну, я думаю, уже статы, треньки, куски, это дело все обговорено, приоритеты статов. Единственное, я посоветую шею прочарить, наконец-таки. Вот. И открываем твой WoW прогресс. Собственно, вопрос был в реликах, верно? А то я прочитал и уже забыл. Это, Максим, посмотри эту сову, у нее 4 плюс 2, как я раньше говорил. Правильные 4 плюс 2 или неправильные? Нет, неправильные плечи и, получается, плечи должны быть у него есть Т19, плазь должен быть Т20, грудаль должен быть Т19 и ноги Т20. Потому что там правильные статы и они компенсируют утрату и делают накап того, что нужно. Ну, понятно, хорошо. Я буду для себя знать, что вдруг я с собой решу играть. Окей. Хиралия, Голокронт. Смотрим релики. Первый релик, 915-й, это Damage Bonus from Stellar Improvement. Это что такое? Расшифруй мне этот эльфийский. Это, получается, с Т19. Сейчас я скажу даже откуда. Это с Атригана в тамбе падает. Это с Демонической Инквизиции. А, сейчас. А, это правильный релик, да. То есть он дает тебе этот... Сейчас скажу. Подожди, сейчас скажу. Бонус от Звездного Могущества. Да. Ух ты ж, ничего себе. Это прям очень хорошо. Хорошо. Вторая реликвия, я ему, похоже, упала с недельного сундука, АМК, лут. Это Стар Сурдж, 6% и далее дамаг бонус от Лунного Солнечного Могущества, 3% Салисанды Найтхолда. Да. Это тоже хороший релик. Ну, желательно все поменять на Старфол, это прям вообще мастхел будет. Ибо все мы знаем, что сова пулит со Старфолом и грех на ней не покричать. Ну да, в принципе. Тринкеты у него правильные, хорошие, как можно увидеть. Да? Но только вместо тринкета с Гулдана лучше взять сову, потому что в Соло ДПС она тебе даст очень незначительный прирост. Ну да, тоже верно. И поменять все откуски на правильные, тогда будет прям все великолепно. Либо на вещи с высоким эквипом и уже не париться по поводу Т-19. Вот так. И ходить миф-плюсы, потому что в текущем сезоне ни одного миф-плюса, это весьма обидно. Я бы сказал и про прошлый, то что не очень. Пойдет. Человек играет как может, не докапывайся до этого. Итак, идем дальше. Штергунд. Штергунд, это 942-й друид, заряженный как надо или нет? Твое решение. Ладно, 942-й, здравствуйте. Окей. ХП больше, чем у тебя, понял? Извинись. Прости, пожалуйста. Блин. Я больше так не буду. Ладно. У него в принципе все великолепно. У него бесовое колесо с хоржетана, деца 35-й. Я бы хотел такое. Я бы даже 45-е дал бы. Статстик на крит. Вот, блин, это, конечно, прям хорошо, но желательно по мне, там, мастер или хостой, так лучше было бы. За счет, наверное, большого прироста интеллекта он взял. Ну да. 5 из 9-ти такой совой закрыть. Что-то обидно. Я бы, я бы, это, тайгу напросился бы и попробовал, чтобы там, что-то там поделать. Угу. Нужен ты им. Ну, в принципе, да, такое. Спаси и сохрани. А, так вопрос-то его, я что-то забыл вообще. ДПС говорит, нет вообще логи серые, что делать? Понял, да? Насколько все весело. Ну, во-первых, тебе нужно лог поменять, благословить. А хотя... Хотя нет, стоп, в сон таргет все правильно. Это в ООЕ. Да-да-да. Ну что, тебе просто поменять... Стать стик на мастере хасту, или же выбить какой-нибудь кристалл. Ну, какой-нибудь, всего лишь-то кристалл. 910-ый плюс. Или же скулда на шопу. В принципе, все у тебя по статам великолепно. Я бы сказал, даже идеально. Либо 80, 33, 22. Ну и... Что? Ну и попробовать найти нормальную гильдию, которая закрывает больше пяти. Например, шесть. Как мы... Нормально, пойдет. Так, идем дальше. Мятный дятел. Сейчас я его попробую еще разок прогрузить. О, прогрузился, смотри-ка. Как хорошо-то. Да-а-а. Что-то не очень-то все классно. Что взять для большего ДПСа? Во-первых, чарки. Ах. Ну, во-вторых... Давай посмотрим твои релики. Давай посмотрим твои релики. М-м-м. Дятел. Дятел. В натуре дятел. Так. Первый релик Solar Vrach. Потом второй релик Stellar Improvement. И потом третий релик тоже. Солярный врач, короче. Я буду так называть эти релики. Ну, давай, рассказывай. Что ему делать для поднятия ДПСа? Во-первых, выбить кольцо. Это обязательно. И брать голову нафиг. Она вообще неиграбельна. Голову, короче, вообще убери себе. Головой не думай. Будь таким же, как Слэйти. Без башен. А во-вторых, куски. Без кусков ты не выдашь ДПС. А в-третьих, тринни. То, что она у тебя 930-945-я, это не дает тебе хорошего ДПСа. И эти тринни, они, грубо говоря, зайдут только подолбить в манекен и посмотреть на их анимацию. Все. Я понимаю, что это твой твинг, и то, что у тебя есть одна бисовая лего, и есть бисовая лего в реалиях этого ИК. Но, извини, сейчас кольцо и брасы в сало-таргет. По статам тебе нужно убрать универсальность, повысить мастери и повысить хосту. Хосту как минимум до 28, мастери чем больше, тем лучше. И крит хотя бы снизить до 17-15%. Ну, это самый оптимальный вариант. По талантам я бы не советовал носить тебе постоянно душу леса. Сало-таргет на тебе никакого прироста не даст. И также падающие звезды в сало-таргет не зайдут. Это, по сути, билд на какой-нибудь Санжин. Или же на босса, где слишком много таргет. Чисто поуешать. Да, где поуешать. Мое мнение, еще массовое оплетение нужно убрать и взять либо таргет стан при ситуации, когда нужно простанить какую-то конкретную цель ради сбития, допустим, стрека лавоки, как вариант, или что-то типа подобного мощного коста, таргетно застанить. Либо тайхуны, если танку нужно раскачивать мобов. Ну и почаще ходи в герои-гробницу, потому что два убитых из девяти босса это очень скудно на самом деле. Пробуй улучшать свой эквип, находить себе группы и все у тебя получится. С таким эквипом, увидев тебя в заранее собранных группах, скорее всего возьмут и примут в группу, и ты хотя бы там монетки покидаешь или что-то типа такого сделаешь. Пробуй фармить ключи, десятые, двенадцатые, надеюсь, с твоим дпсом и умением играть все получится весьма идеально. Ну и еще такой вопрос, ой, еще такой момент, то что я бы советовал тебе самому собрать нормал в гробнице, ибо там все будут просто-напросто знать тактику, и тебе не нужно командовать и говорить что-то как. И возьми побольше друидов, у которых хороший левел, чтобы они как минимум отдали тебе сет-пуски. То есть если ты наберешь хотя бы себе четыре пуска, неизначай какие-нибудь от 900 до 905, ты уже себе дпс повысишь за счет бонуса. И в принципе желательно тебе выбить Тринни. Это тебе ходить каждый день на героя кулгана, обязательно на него, и ходить на сестер. Так же пытайся выбить ягод. Именно. На легендарке сейчас легко дропаются, в принципе. Идем дальше. Друид с ником Белосия задает нам такой вопрос. Как апнуть ДПС? Друид с метрономом, пылким желанием килл ЖД, но почему-то 940-ым до сих пор. Ну похоже, друид недавно только вернулся в игру. Как я правильно понимаю, друид до сих пор с четырьмя кусками Т-19. Прогресс в гробнице 7 из 9. Ну да, он похоже рейдил в... Как я понимаю, в цедле ночи. У него прогресс там 8 из 10. Я сейчас даже посмотрю по достижениям, мне самому это интересно. Когда у него были совершены эти киллы. Сейчас, секунду, это дело прогрузит. Подземелье рейды. Рейды Легиона нужно нам посмотреть. Так, и открываем, смотрим. Угу. Эпохальный режим. Гулдан. 17 мая 2017 года. Похоже, у него есть какой-то второй альтернативный персонаж, которым он поигрывает. То есть, да, он, похоже, не играл какое-то время и вернулся после перерыва, либо это просто его твинг. То есть, у человека есть опыт игры. Ну, рассуждай. Что ему сделать? Ну, что я могу сказать? Во-первых, куски. Во-вторых, апнуть Легу. Здесь со 40 по 970. На желание Килджедайна же не особо-то классно. Ее надо менять. А на какую? Ну, если нет альтернативы, соответственно, по Легам, или там есть хотя бы какой-нибудь, либо Сифус, либо придаст, то мне кажется, там много профит не будет, нежели чем Килджедайна. Хотя там по статам все хорошо. Или на самом деле. А вот тебя по статам брать, и все печально. Тебе нужно избавиться открыто до 15%, поднять хосту до 28%, и поднять мастери до 80%. Сейчас это легко сделать. Именно. Во-первых, ну, еще нужно убрать микроном, поменять на сову с сестер, или же на кристалл, или же на статистик с пассивной хостой. Хотя там по статистик очень хороший, но это такое... Статистик дает постоянный приоритет хосты, показатель хосты. А тут, как вариативность прока, не особо классная для совы идет. Но смотри, в текущий момент у него 4 Т-19. То есть что ему получается из этого оставить? Плечи на постоянной основе, а все остальное ему придется снять, верно? Плечи нужно оставить это обязательно, и желательно их проапать. Поменять грудак, плащ заменить на Т-20, заменить голову на Т-20, заменить руки на Т-20. Или же просто хотя бы выбить на данный момент. Смотри, но у него уже есть Т-20 с сокетом. Угу. Он уже успел вырвать. И будет хотя бы хоть какой-то прирост ДПС. Ну да, посмотрим его релики. Рассуждай, рассуждай. И лосье. Ох ты, он 3 месяца не обновлял этого персонажа. Ну я показал, что 1 месяц. Теперь 1 месяц, после того, как я кликнул кнопку обновления. Слушай внимательно. Гильдия. Да, я вижу. Ага. 7 мая Белосия входит в эксплойт, 22 августа выходит из эксплойта. Я не видел ее в рейдах. Или видел, не помню. Итак, Лунар Страйк 5%, потом Санфайр 7% и хил в себя какой-то. Это говно релик, это релик с коса, который вообще не нужен. Он мне помнит... Да, я вижу это. Все это релик чисто ради эквипа. Даже ради эквипа я бы не стал его носить, потому что это большая потеря ДПСа. Зачем ты себя тут будешь хилить, если на это есть хилы? А если прям совсем проблематично, ты просто решифтаешься в мишку, прожимаешь барскин, а если прям по тебе прилетел огромный дамаг на ляма 2-3, ты просто юзаешь хилку в мишке и все. Угу. Ну да. И ты выхилишься на пол. Не забывай фармить плюсы, и все у тебя будет отлично. Топовые релики уже были сказаны ранее. Итак, последний друид на сегодняшний день, на текущее видео. Это друид с ником Бодатель, от него такой большой вопрос. Оцени уровень шмота и подскажи, что стоит поменять, чтобы поднять ДПС. Стоит ли дальше играть на Феррале или лучше на Саву пересесть? Ну он в текущий момент в Саве, так что похоже он сделал вывод, что лучше в Саву пересесть. Окей, рассуждаем. Это правильный выбор. Ну мое мнение, это правильный выбор. Ну, так же тебе нужно 4 плюс 2. Куски у тебя как бы... Их нет. А, голова только, Т20. Как бы голова, да. Полегом у тебя все печально. Потому что, ну, Сифус, извини, ты его не сможешь часто триггерить на соло-боссах. И полкое желание, это, соответственно, не очень хороший ДПС в соло. По 100-там тебе нужно избавиться просто от крита. У тебя 37% это чересчур много. Хасты у тебя чересчур мало. 17% не разгонишься по ДПСу и не настакаешь себе. Как минимум 25% хасты во время бурст-фазы. Искусность 65%, но это мало, тебе нужно как минимум 70+. Верса у тебя излишне. Если честно, такое. Ну, версы максимум 2%, максимум. Если прям хорошо все заходит. По талантам природное равновесие. Ну да, у тебя нету этой леги, которая нужна в расах. Так что пока пользуйся тем, что есть. Все, вообще печальный уровень артефакта, очень маленький, 917. Ну, как человек говорил, что он решив, ну, респектнулся скота, сову. Да. А как бы это все печально с одного пересаживаться на другое. Тем более, когда ты раньше не играл в сову. Через тигель, по крайней мере, можно повысить уровень реликвий. Сейчас мы еще про тигель отдельно с тобой поговорим. Потому что это вещица нужная. Первый релик у него на солярного врача. Потом на мунфаер. И потом на опять солярного врача. Ну, я ранее говорил, что хорошие религи. Хорошие религи, это уже было все сказано ранее. Повышай их через тигель. И давай теперь порассуждаем по поводу тигеля. Что у нас актуально во второй полоске, что у нас актуально в третьей полоске. И какое твое мнение, что лучше, прокачать полезную вторую полоску, или же выйти к полезной третьей полоске на 69, 72 и 75 уровне артефакта. Все-таки, хоть я и на ДК не особо... Я даже... Я считаю, что я не особо активно на ДК играю. Запомните это. Вот. И суть такова, что я чего-то хочу спросить, то, что люди-то скоро начнут подбираться к третьим особенностям тигеля. И как им лучше сделать? Рассказывай. Сейчас я на своем компу-терепортанусь открыть. Я наизусть не помню своих телек. Но вообще я склоняюсь к тому, вот как у меня, например, на 75-м открывается в тигеле дамаг от Стар Сюрджа повышенный. И я склоняюсь больше к этому. То есть я иду через второй, более ненужный, но третий такой прям must-have и бис. То есть твое мнение идет к тому, что третий должен быть наиболее полезен. И самое главное — уходить к третьему, а не идти через второй полезен. Все верно. Ну, даже если сейчас взять такую ситуацию, то что у меня, например, в первом релике, да, идет третья полоска — это увеличить бонус от урона звездного могущества на 50%. Ты сейчас в тигеле? Да. Ты можешь сделать скриншот, переслать мне его, как вариант, в ВК, и потом я его открою? Сделай мне, пожалуйста, скрины всех своих трех реликов. Нам надо было это сделать раньше, на самом деле я не подумал сейчас об этом. Вы уж извините меня. Маленько посидим с вами еще, порассуждаем, так сказать. Ну да, уже старею, как говорится, реакция не та. Да, перешли мне все три скрина твоих реликов, что у тебя там напроколо. И копируй URL-картинки и скинь мне, пожалуйста, в нашей голосовой лучшей связи для передачи файлов. Блэд, я в ВК тебе отправил. Ну, и говорю еще раз. Делаю гайд сейчас, прямо на видосе, говорю. Открываешь картинку, кликаешь по ней правой кнопкой, копировать URL-картинки. Этот URL-картинки ты скидываешь мне в нашу лучшую голосовую связь. Можешь, пожалуйста, извиниться? Пошел вы нас сюда вообще. Копируйте URL. Я тебя понял, ты тоже меня должен был понять. Вообще-то нет. Ну вот я тоже думаю, зачем меня понимать. Конечно. А вот знаешь, мне еще нравится в скукарейке людей, после первой аналитики. Да кто это такой, да у него не очень логи и так далее. А зачем ты мне кинул три одинаковых скрина? В смысле, это разные. Это одинаковые. Я че, дурак что ли? Ты посмотри на... Лед. Ладно. Я это... Промолчу, пожалуй. Ты даже скрины нормально кинуть не можешь. Какой аналитик вообще из тебя? Анал, да еще и литик. Так, все. А вот смотри сейчас. Сейчас, подожди секунду. Где? В контактлях. Ой, не в контактлях, а в скайпе. Посмотри внимательно. Зачем ты спалил? Я говорю, в лучшей голосовой связи. Ой, блин, извините, пожалуйста, я перепутал. Лучшая голосовая связь это свитч-программа. Это правильный ответ. А только зачем ты мне просто так перекидываешь, если... Вообще нормальный человек нет. Я тебе говорю, пожалуйста, перекинь URL-ом картинки. Ладно. Да я сейчас сам уже все сделаю. Мне только... Времени нужно потратить на это. Видеопленка кончается, Слэйти, как тебе не стыдно? Я хочу извиниться перед тобой. Вот это правильный выбор. Извиниться. Спасибо. Так, ну что, открываем. Так, давай, открываем первый релик. Это что у тебя получается? Ну, первое у нас... Это повышение. Первое это повышение уровня артефакта. Это, в принципе, для всех все одинаково. Потом первая реликвия, вторая полоска. Ты прокачал привязку теней, которая дамагает на определенное количество. И в зависимости от этого определенного количества хилят тебя, верно? Да. Ага. И получается, идет два разветвления. Первое это мунфаер. Нет, первое это увеличивает бонус к урону от звездного могущества. А второе это увеличивает бонус от урона лунного могущества и солнечного. И что из этого ты будешь брать? Я подумаю, но больше всего я склоняюсь к тому, что я, наверное, возьму увеличивает бонус к урону от лунного и солнечного могущества, потому что это гнева также и от лунного удара. А через путь света ты не пошел по той причине, что вот эти скрещенные ручки, рукопожатие, это обычный реген хп, верно? Да. И последний, третий, это увеличивает уроны солнечного гнева, который мне вообще не нужен. То есть правая ветка для тебя с нулевой секундой, скажем так, стала useless. Итак, открываем второй релик, релик жизни, улучшение эквипа, потом получается повышение универсальности во время действия эффекта согласованности армии погибели легиона на полторы тысячи, верно? Там повышается. Да, потому что это выживание плюс какой-то ДПС. Ну да. Правый талант, он что у нас дает? Получается скорость 500 и мувспид 500, третичная стата вот эта, да? Да, да, да. И теперь, почему ты пошел именно через тьму? Что там дает первый и второй в третьей полоске? Ну, повышает вероятность критического удара способности лунный удар на 20% и посерединке увеличивает бонус к урону от лунного могущества и солнечного могущества на 15%. А, ну это так же, как и в первой реликвии. А самая правая в третьей полоске, это что? Увеличивают урон от лунного огня на 28%. Я не собираюсь это качать, потому что это не очень хорошо, ибо есть плечи, которые увеличивают пассивный этот дамаг, и нужно качать. Все, я тебя прекрасно понял. И теперь третья реликвия. Она у тебя еще не вкачана. И через какой путь ты здесь пойдешь? Аналогично через тьму и аналогично прокачаешь центральный? Нет, скорость света, потому что там третий, коса звезд называется, увеличивает вероятность критического удара звездного потолка. А остальные там, не сказал бы, что прям хорошо. Угу. Угу. То есть ты пойдешь через свет и прокачаешь крайнюю правую. Да, потому что это наиболее бис. Все предельно ясно. В общем, вов прогресс слейте будет в описании ссылочка. Также не забываем пользоваться сайтом вов прогресс, вводим ник, получаем результат. Скажи мне такой вопрос, уже отходя от темы аналитики. Почему у тебя 18 арквей пройден за 100 минут? Ты что, аутист? Нет, нет, нет. Я вот, давайте напоследок я расскажу кулстори. У меня есть замечательная команда. Давай, послушаем лучшие кулстори. Рассказывай. У меня есть замечательная команда. Мы взяли рандомного танка, который вроде держал урон, но как бы не держал. И сетап у нас был крайне печальнейший. То есть это была сова в моей роли. Был лок, не буду называть ник, но он аутист. Был вар, соответственно, такой же. И хилл, ну хилл зачетный. Я не буду ничего про него плохого говорить. Он ухилил те ситуации, где мы могли просто вайпнуться. Так вот, рассказываю вам кулстори. Первый босс. Мы пошли, у нас все хорошо. Мы его убили с первого пула. А первый босс у нас был демон. Этот. Извиняюсь, я просто чуть-чуть глупенький. Можно вспомнить. Генерал Ксакал. То есть мы его убили с первого пула. У нас не было никаких проблем. И после чего. Получилась такая ситуация. Мы после Ксакала пошли на паука. Там вайпнулись два раза. Ну, потому что у меня не было сейвов. Я не смог отпрыгнуть. А второй дамагер, на которого были путы. Он просто стоял дамажил со словами. Да мне по... Соответственно, вайп. Мы убили его со второго пула. Вроде все хорошо. После Паука мы пошли к роботу. Его мы убили тоже без проблем. И самая проблема началась на Иванире. Первый раз мы сдали Геру. Все нормально. Бьем, бьем. Мы не успели сбить первый каст. Он повысил себя на 4% ДПС. От своего таргетного каста. Каста в танках. Но это все выживаемо, прохилимо. Все нормально. Второй раз мы не сбили. Уже 8. Третий раз. Мы сбили под конец. Он набрал 10. Он шопает нашего танка. Убивает нас по очередности. И так на протяжении 8-9 пулов. Ну и что я могу сказать. Мы там просидели около 100 минут. В итоге мы дошли до ласта. Вайпнулись на нем два раза. Или раз. Ну в общем, вайпнулись. И убили его со второго пула. Потому что что? Потому что... Никогда не ходите в хай-ключи с рандомами, у которых нету 2200 камни фикс-кора. Поняли, да? То есть даже со мной не ходите. Слэйти, очень поучительная история. Я вот все прям понял так. Слушал от начала до конца. Ни разу даже не отошел от компьютера. Вот. Не пишите, сейчас отойдешь. Ты меня перебил. Ты не дал договорить. А-а-а. Прости, извини меня, пожалуйста. Я не специально. Так вот. А вообще, я лучше советую просто повысить ваш ит-левел. И напроситься в пати к Максиму Прея. Потому что это танк. Хоть я аутист, но он понимает, как играть в эту прекрасную игру Warcraft. World of Warcraft. Прошу заметить. Ну, можно и так назвать. С недавнего времени киберспортивную игру. Прям очень киберспортивную. Утроба душ за 12 минут. 17-ая. Здравствуйте. На стриме. Это нормально. Да, это просто две роги и... Хант. Блантыка и Ресторгру. Здравствуйте. Роги дома. Топ-сетап. Ладно уж. На этом наши идеальные истории. О похождениях в миф-плюсах. И там всякие. Рассуждения о реликах и тир-кусках окончены. Скажем слэйте спасибо. Оформим подписку на его... Чё у тебя есть вообще? Ты кто? У меня есть инстаграм. Пошёл вон отсюда. Вот. Не забываем ставить лейку на этот видос и делать... Ну, как говорится, не забываем делать лейку на этот видос и не забываем делать подписос. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. И что слэйте ещё? Извините. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok